здравствуйте друзья у нас гость в студии с очень полезной и я бы сказал актуальной информацией ну представляйтесь раз уж так на экране здравствуйте михаил дорогие подписчики канала silicon wall и войс а меня зовут владимир проживаю в городе киев занимаясь визовой поддержкой сша другие страны но основное направление это все-таки американская давайте я скажу ребятам значит почему почему мы сегодня беседы но вот закрытием кон консулата в питере и с очередями большими на получение визы данные интервью там получение визы в москве вот как бы такая толпище образуется и сроки и все такое и получается что можно в киеве там пойти как-то быстро получить эту визу это я правильно понимаю да все верно но запись как происходит чек должен заранее записаться ему назначить интервью он придет или он приехал в киев и там почесал вот в посольство обычно это как делается если человек не хочет много времени проводить в киеве то есть как-то сжать максимально эти сроки то в принципе вся процедура может происходить без личного присутствия то есть для того чтобы человек и записать на собеседование нужно оплатить за него консульский сбор в украине да а и заполнить визовую анкету и после этого когда эти два условия выполнены мы можем записать человека на собеседование вот это происходит онлайн консульский сбор можно онлайн и формочку можно онлайн так что-то что-то вот так грамм за украину то к сожалению нет только нужно платить то есть нужно живьем заплатить прийти вот туда нужно же до обязательное условие прийти в кассу банка внести наличные деньги обязательно это время должно быть оплачено то есть местная валюта всегда консульский сбор оплачивается но это может сделать другой человек за кого-то я правильно по то есть вы это то что вы делаете да да то что мы делаем но сейчас немножко сложность возникает в том что в некоторых отделениях кассиры не совсем знают всю эту ситуацию подноготную и иногда требует личное присутствие человека который хочет оплатить сбор за себя но у нас уже многие кассиры в банках просто знают в лесу поэтому нам это проще делать то есть знаете как мы каждый день в банке оплачиваем там по несколько десятков сборов поэтому откуда берутся вот эти несколько десятков человек то есть как они знают как они знают что вы есть да вот значит объясняю мы разослали еще в августе в конце августа такую рассылку сделали по многим агентствам которые в россии работают помогали получать людям визы но в связи с тем что в россии это приостановилось непонятно какие сроки и мы предложили как услугу на что мы находимся мы можем людей подхватить оплатить сбор встретить если надо их помочь жильем даже по это варианты найти какие-то скажем так особенности подачи в киеве мы знаем потому что у нас очень много людей проходят то есть вы как бы контрагент для тех значит турагент который есть в российской федерации слушайте а вот допустим приехал человек там я не знаю откуда откуда они кстати приз из какой части российской федерации они так физически ну в основном это питер москва в основном города куда люди приехали люди там из питера москвы в киев у них есть такая естественная такая тенденция там походить там посмотреть там не в лавру сходить там еще куда-нибудь но вот если уж все равно приехал или не до этого и ну вы знаете случаи бывают разные есть ряд клиентов которые приезжают сидят в номере в гостинице никуда не выходят ну потому что немножко не боятся таких настроений наверняка средствах массовой информации но в основном люди нормально ходят по городу по крещатику по майдану ездят смотрят какие-то архитектурные достопримечательности ту же лавру пещеры в основном люди нормально на самом деле реагируют на это все дело и они даже многие кто приезжает совершенно понимают насколько скажем так не совсем корректно информацию у них распространяют в средствах массовой информации изменяет немножко точку зрения хорошо то есть как бы более спокойно видишь все так не без экстрима да конечно русскоговорящих скажем так никто здесь не прессуют они нормально ходят общаются спрашивают как пройти туда-сюда им нормально на русском языке отвечают никакой проблемы в этом плане хорошо теперь с точки зрения давай я я пытаюсь в практическом ключе вот человек так вот он жалуется он говорит вот там уже там не знаю запись идет там на 250 дней вперед там очень моему виза нужно вот какие его действия он должен пойти в какое-то агентство рядом которая вас использует как он контрагент или там еще кого-то или или он может к вам обратиться и вы на себя берете и что это стоит и как в практическом плане что и понял да он может совершенно правильно он может как контрагенту обратиться в россии он или к нам напрямую то есть нам конечно же выгодно когда люди через нас проходят хорошо например потому что мы больше контролируем эту ситуацию мы когда это делают контрагенты мы не допустим не знаем как они анкеты заполнять как они готовят людей у нас как бы очень ограниченный доступ есть контрагенты которые хотят чтобы мы только сбора платили и все да и на этом наша услуга прекращается то есть мы клиента не ведем дальше не знаем он получил визу не получил пропустили его там на границе не пропустили теряется связь поэтому мы конечно больше заинтересованы на какой именно границе пропустили вот есть граница российско-украинская вот на этой границе могли не пропустить ну у нас всего один случай вот мне известный когда человека не пустили за то что человека спросили вы в крыму были девушка баланс колода было после четырнадцатого года ну это же по закону законодательству украинскому считается нарушением территориальной цели она она как бы не в курсе было что ответ должен быть нет она была в курсе дело в том что ей все объяснили ей в текстовом виде сбросили информацию что и отвечать на границы но есть ряд людей которые к сожалению как бы их не готовить к чему они все равно где-то провалит это бывает это бывает ну хорошо один случай то есть всем остальные и люди нормально проходит конечно вопросы на границе задают естественно это работа пограничник они должны что-то спрашивать узнавать оценивать людей ввозитесь ли салу хорошо ладно и так как они вас найдут как они узнают още что вы есть на свете у вас веб-сайт что у вас есть у нас есть веб-сайт у нас есть такой начинающий youtube канал там всего там два десятка видео наверное в основном они все ватаре green card посвящены но есть некоторые полезные по туристической визе как добраться с вокзалом например своим ходом на метро к посольству также мы снимали два года назад такой как бы вебинар про туристическую визу много полезной информации давали ну то есть мы не так активно занимаемся и пока что ну хорошо на самом деле это все ценно вы можете меня в скайпе сбросить я чтоб я подставил и значит все таки youtube я понял но у вас есть веб-сайт у вас есть телефон у вас есть email skype я конечно все средства связи которые используются конечно мы как называется ваше учреждение компания называется виза global скромно так хорошо я на самом деле я не я не углубляюсь в то какими вы еще странами занимаетесь там и так далее то я я понимаю что у вас так более широкий такой спектр деятельности но мне просто существенно что вот есть какое-то наболевшее такое место и много народа спрашивает и как теперь быть по нашим временам сейчас летают самолеты в киеве только поездом надо из москвы люди добираются обычно три способа основных это есть поезд допустим киев москва киев нету прямого авиасоединения между власти и украины но есть пересадочные пункты например в минске через минск летают тут недавно люди были которые через тбилиси летели через грузию то есть пересадкой можно добраться в киев это не проблема в основном все-таки поездом едут если из москвы из москвы обычно поездом да и что вот он едет поездом и там тоже пограничный какой-то там контроль конечно то есть теперь дольше стало ехать до или как я помню раньше вот в девять вечера там поезд уходил лег спать и там в девять утра в киеве или там 8 я не помню как-то быстро все было я не знаю честно говоря может возможно на ходу и как-то проверяют то есть я никогда не спрашиваю людей каким образом обычно без проблем то есть проходит на самом деле мужчин могут поспрашивать там про их не воинские звания цель поездки естественно задают такой вопрос то есть мужчинам немножко больше вопросов цель поездки в качестве пойти прийти в американское посольство за визой это как бы достойная цель или это очередь как-то надо другую нет обычно мы рекомендуем говорить правду тем более что все документы у человека на руках есть приглашение на собеседование на вот я за вредом посольства да да киевское посольство сша не относится к этому как какой-то странный такой обязанности которая на них свалилась нежеланной или они понимают как бы этот процесс и как бы активный доброжелательно как бы участвует а дело в том что когда началась вот эта ситуация с ухудшением выдачи виз в россии киевское посольство публично заявила о том что граждане россии могут приезжать в украину за получением визы и для этого необязательно являться резидентом украины то есть им наоборот открыли якобы возможность получить визу за границей без каких-то предвзятых отношений к этому точно точно также поступили страны прибалтики если мы говорим там латвия литва такое же сообщение можно было найти на сайте посольства этих стран то есть на самом деле из питера может быть им проще до эстонии доехать там до дело в том что им проще но прибалтика чем сейчас скажем так не пользуется она пользуется большим спросом но дело в том что из этого спроса сейчас очереди в прибалтике выросли я смотрел буквально ближайшая запись на середину июля четыре месяца ждать на прибалтик прибалтика на пшенгенской зоне до или как вот виза виза нужна в эстонию из россии еще виза нужно тогда тогда сложнее немножко процесс и еще минус в том что и многие люди хотят получить визу с детьми допустим да но ребенка так не хотят с собой брать например если ребенок маленький 5-10 лет есть какие-то основания оставить ребенка дома например вот говорим за прибалтику то там посольство требует обязательное присутствие ребенка в любом возрасте даже если мы годик только посольство в киеве не требует личного присутствия это еще один из плюсов почему лучше в киеве подаваться казалось бы одной страны посольство правда да очень разные нюансы по разным странам слушай что только не придумают люди ну хорошо ладно слушать а с точки зрения материальной ну кроме того что надо потратиться на дорогу и может быть там на гостиницу сборы сборы посольские это как-то отличается ну он заявлен как 160 долларов за одного заявителя в любой стране но просто он оплачивается в местной валюте поэтому особо в принципе нету никакой разницы на самом деле она неощутима а 160 долларов то есть получается так человек сначала вам переводит там эти сто шестьдесят долларов рублями вы их переводите в гривны значит идете в кассу оплачивать я здесь а ваши услуги почем наши услуги зависят от количества людей которые подаются если приезжает один человек подаваться самостоятельно нашу услуги стоят 200 долларов если же он приезжает с супругой например двое заявителей или там с братом ну неважно двое человек тогда 300 долларов за двоих по 150 на 1 то есть за эти деньги вы значит принимаете их средства вносите оплату назначаете им там туда-сюда это я понял вы их встречаете или они как это отдельно как показывать практика люди в разное время приезжают прилетают поезда тоже опаздывают и самолеты не всегда вовремя немножко это сложно тем более что в наше время не проблема вызвать там убер подъехать гостиницы все это электронным образом сделать хорошо подготовка подготовка к интервью какой какая-то просветительская деятельность она она входит в это или как да конечно то есть мы это что я назвал это наши услуги помимо этого еще 160 консульский сбор это дели это понятно то есть ваши услуги я пытаюсь понять что включают то есть чисто техническая работа по приему денег и назначению интервью оплате и так далее и в это же в это же в эти 200 или там 300 долларов за двоих входит подготовка к интервью то есть вы естественно мы также отслеживаем оперативно паспорт потому что очень такой запрос большой на то чтобы максимально быстро получить свой паспорт после собеседования и уехать как можно быстрее обратно в страну проживания паспорт с визой в нем и да да и с обычно это два-три дня после собеседования должно пройти чтобы паспорт вернули так стараемся максимально это сделать быстро ну понимая что люди хотят побыстрее вернуться домой это как-то можно ускорять этот ускорять сожалению нельзя но можно оперативно отслеживать потому что опять-таки нас курьерской службе знают уже с ними на ты разговариваем поэтому есть возможность какой-то даже там внеурочное время встретиться с сотрудниками если это нужно очень оперативно сделать мы стараемся всегда так чтобы клиент уехал вовремя понял то есть когда человек приезжает в киев он там пробудет несколько дней все равно он не может приехать сегодня пройти на интервью вечером и завтра утром уехать он должен еще несколько дней все равно побыть а такие случаи бывают но это когда у человека есть два загранпаспорта когда он один сдал на визу по второму уехал обратно то есть такие случаи бывают но тогда возникает вопрос как же ему передать тот паспорт с визой второй который он подал за что по закону украины запрещено передавать загранпаспорта через границу мы обычно это делаем либо через других клиентов которые допустим человек москве живет он уехал по второму загран у нас еще есть клиенты из москвы то есть и мы стараемся вот их как-то свести вместе чтобы человек который свой паспорт ждет но ему еще догонку даем паспорт другого клиента ну если он соглашается естественно на это и они уже там между собой разбираются контактами мы их обмениваем они там встречаются хорошо хорошо да ну то есть такой человеческий такой процесс есть такое очень часто причем таскать вот возьми паспорт вот те горилки там и приезжай это они уже между собой разбирается ну что же хорошо спасибо я я на самом деле доволен тем что мы оперативно как бы так реагируем на ситуацию если действительно есть решение то хорошо бы знать что решение есть да я еще хотел сказать еще один такой плюс это то что посольстве очень хорошо логистика построена в том плане что посольство относительно недавно построили новое здание в киеве в двенадцатом году а до этого было в центре города в таком небольшом помещении очень долго и долго люди ждали очереди там по три по три с половиной часа проводили сейчас обычно человек пришел в посольство от 30 до 60 минут в такие стандартные сроки сколько он пробудет всю процедуру проходит достаточно быстро несмотря на то что заявителей очень много то есть и украинцы проходят и россияне и другие национальности белорусы кстати также вот ниже своего посольства также нету которая принимает заявителей на визу они раньше ездили там тоже в прибалтику в россию в польше сейчас также киев рассматривается как такое хорошее место для получения визы поэтому можно сказать что сроки ожидания минимальны если мы будем сравнивать прибалтику ту же польшу грузию вот я знаю люди в казахстане тоже сейчас начали немножко интересоваться получать там визы понимаете в чем минус в этих всех странах есть отдельная очередь для нерезидента вот вы когда будете записывать человека на собеседование система спрашивает вы гражданин украины там или вы гражданин казахстана если вы отвечаете нет вас в отдельную очередь система убивает которая значительно длиннее чем для президента это американская система вас в отдельную америка в украине нету очереди для нерезидентов отдельно то здесь все люди проходят по в одной общей очереди поэтому сроки ожидания в среднем там два три четыре рабочих дня минимальный то есть кому надо очень срочно визу ту киев это просто идеальное место для получения визы а с точки зрения статистики получения или не получения виз вот такой если вопрос я задам что-то и что-то можно сказать вот для россиян то я понимаю что тем кто граждане украины им сложнее получить как бы больше подозревают что они не вернутся там и так далее вот с россиянами как в киеве есть общая статистика по национальности да по на эту не иммиграционную туристическую визу каждый год госдепартаменте опубликует и за 2017 год по гражданам россии примерно 11 процентов отказов по гражданам украины 34 с копейками поэтому статистика у нас нету по посольству конкретно статистики но из того что мы наблюдаем на практике ну она примерно плюс минус подтверждается где-то около 10 процентов отказов вы слова национальности используете как в америке это страна проживания значит там и может американскую статистику смотрю я я понял понял ну хорошо спасибо большое я я думаю что как бы мы не должны затягивать как бы полезную информацию должна быть такой в лоб а вы тогда уже знаете что вы тогда не поленитесь ребята будут вопросы задавать какие-то да вы уже на вы уже тогда ответить я я конечно в большей степени хочу чтобы они ходили на вашем канале и там спрашивали вот но другой стороны если это у нас произойдет я тоже я не возражаю то есть я думаю что просто им им правильнее было бы спросить прямо вот там но но если здесь то здесь хорошо так конечно я на вашем нашем канале очень часто поэтому все уже договорились ладно спасибо большое и свидания киеву привет калифорнии привет тоже да а